Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня у нас с вами замечательная тема «Подарки от судьбы накануне Нового года». Это очень хорошая тема, и поэтому я взяла для нее Таро Кристальных Единорогов, чтобы было как можно интереснее и позитивнее для вас. «Подарки от судьбы накануне Нового года». И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на наш канал Школа Таро Альвиен. Перейдите на главную страницу канала и посмотрите список самых популярных видео. Там есть видео на любой вкус и цвет. И также смотрите плейлисты. Есть плейлисты на любовную тему, на тему работы финансов, судов, недвижимости. Также темы совет высших сил, ответы на вопрос «Да, нет?». И, конечно же, предсказания будущего. Есть здоровье, есть сны, есть ваша судьба и многое другое. Поэтому пройдитесь по плейлистам. Итак, давайте. Первая позиция у нас будет вот такой красивый розовый подарок. Наши подарки от судьбы, да? Вторая позиция – зеленый подарочек. Вот такой красивый, зелененький. Они у меня не держатся, летают. Так, третья позиция – серебристый подарочек. И четвертая позиция – синий, синий подарочек. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, поэтому три последние мы убираем с вами в сторону. Подарки от судьбы, называется гадание «Подарки от судьбы» накануне Нового года. У нас скоро Новый год, вы это знаете. Поэтому вот наш первый розовый подарочек и смотрим, какие же вы подарки от судьбы получите на Новый год, да? Накануне Нового года. Четверка жезлов. Ну, это подарочек в виде, первое, недвижимости сразу же, да? Очень крупная покупка может быть по этому подарочку. Конечно, решаются любые вопросы, связанные с недвижимостью, с документами на недвижимость, с покупкой недвижимости, с деньгами, на квартиру, на дом, на дачу, на земельный участок, да? Ну, это у меня мысли в эту сторону пошли, да? Потому что эта карта реально очень сильно связана с недвижимостью. Может быть, у вас там уладятся дела какие-то. Но это также и любовная карта, естественно. Она показывает крепкий брак, свадьбу, предложение руки и сердца, объединение двух прекрасных сердец, соединенных в пару в итоге, взаимная любовь, чувство, гармония отношений, примирение. Это все входит в четверку жезлов. Вы же видите, как тут красивые две единорожки друг на друга смотрят. Какие они миленькие. Да, у них есть домик. Да, у них есть праздник и счастье. Но главное, что есть они друг у друга. То есть у вас может быть все вместе. На самом деле, пусть решатся дела с недвижимостью, но и пара. Пара у вас тоже будет. Так, давайте еще смотреть, естественно. Ага, шестерка кубков. Вот опять мы видим все-таки двоих, которые друг с другом. Но тут вообще даже мама с ребенком, да, но все равно это нежность чувств, это приятные отношения, любовь друг к другу, родственная, дружеская и просто любовная любовь. И, естественно, эта карта всегда показывает все такое приятное, подарочки приятные от человека к человеку. Когда кто-то хочет сделать вам сюрприз, подарить цветов, букет, да, или напомнить о себе из прошлого. То есть это карта прошлого. Она показывает, что какой-то человек из прошлого подарочком придет к вам накануне Нового года. Или позвонит, напишет, объявится, расскажет о себе. Может, с кем-то вы давно не виделись, не общались, и вот этот человек заявит о себе. И также карта показывает, может быть, вспомните что-то из прошлого, очень важное для вас. Ну и просто нежных чувств как-то, да, романтических чувств. Вот он, рыцарь мечей. Если к вам кто-то бежит из прошлого, то явно он появляется резко всегда, неожиданно, из-за поворота, из-за угла. И ты не знаешь, что ждать от этого человека. Однако по рыцарю мечей может быть такое, что вообще происходят какие-то события совершенно неожиданно. То есть он иногда показывает сам процесс. То есть когда раз и какое-то событие нагрянуло внезапно. То есть если мы видим здесь подарки, знаки внимания, возвращение человека из прошлого, любовь, любовные признания, то это может быть совершенно резко и неожиданно. То, что вы даже не думали, не гадали, не знали, что вообще может с вами прямо сейчас произойти, да. Давайте посмотрим магические врата. Какие подарки от судьбы у вас будут в канун Нового года. Твори добро. Мой внутренний свет расходится вдали вширь. Ну естественно карта указывает на то, что кто-то может сделать для вас очень доброе дело. Либо вы сделаете кому-то очень доброе дело, и это потом добро от вселенной к вам вернется. Не обязательно, чтобы добро возвращалось именно от этого человека, но оно придет к вам от вселенной и обратно вернется. Может быть вы в прошлом делали кому-то что-то хорошее, и в канун Нового года кто-то что-то сделает хорошее для вас в итоге. Не спеши, говорит карта, быстрее всего я расту в минуты затишья. Нужно иногда сесть, успокоиться, попить чаю, расслабиться, чтобы подумать. Вот подарок вам в канун Нового года идет именно в том, чтобы когда вы сядете, подумаете, вы найдете правильное решение. Это и будет сюрпризом, подарком от высших сил, от судьбы в кануне Нового года. Потому что иногда мы слишком спешим и не успеваем послушать ни себя, ни свою душу. Но нам нужно решение каких-то проблем, и оно происходит именно у нас изнутри, это решение. Поэтому вот задумайтесь над этим. Хорошо, давайте посмотрим, что скажут ангелы и хранители для вас. Какой подарок идет? Честность. Мудрость ангелов напоминает, что каждое ваше слово, мысль, эмоции и действия отображаются на вашей ауре. Если вы честны, то ваша аура кристально чиста. А следовательно, все люди вокруг вас чувствуют себя в полной безопасности. Вот видите, как интересно. Ангелы советуют вам заглянуть внутрь себя и избавиться от всех мрачных мыслей. Когда вы абсолютно честны сами с собой, то и ведете себя с присущей вам прямотой, и открываетесь всем, ведь вам нечего скрывать. Люди уважают вас и доверяют вам. Они отвечают искренностью, потому что вы сами излучаете честность по отношению к ним. Аффирмация. Я честен в своих помыслах, словах и поступках. Вы знаете, ангелы прям хороший совет вам дали в виде подарка на Новый год или в канун Нового года, потому что лучше совета, я думаю, точно не найти здесь. Хорошо, смотрим Oracle Energy. Интересный какой совет, да? Исцеление, терпение, умеренность. Ну, я это всегда вижу как умеренность, да, умеренность. Вообще, эта карта, она показывает ангела. Ангел, который говорит, что если ты умеешь ждать, если ты умеешь проявлять терпение к людям, если ты умеешь проявлять добро, то, естественно, в итоге люди проявят и к тебе добро. И подарок будет в том, что ангел около вас. И люди будут терпимы к вам, к вашим недостаткам. Вы будете терпимы к людям в ответ. И наступит момент исцеления какой-то ситуации. Именно с помощью проявления терпения. Возможно, с кем-то примириться, наладить отношения, улучшить отношения перед Новым Годом, чтобы идти в Новый Год уже с новыми такими чистыми помыслами друг к другу и больше не ссориться никогда, потому что понимают друг друга, да. Хорошо. Активность. Ну, здесь карта показывает совершенно точно, что вы, возможно, куда-то поедете или проявите активность в сторону работы, чтобы поднажать, и у вас будут очень хорошие результаты. Это правда, очень хорошие. Но тут также идет и страсть, конечно, в этой карте. Карта совершенно четко показала, что кто-то за вами как будто бы увязался, гонится, и вот тебе подарочек от судьбы, да, в виде страсти какого-то человека к тебе. Ну, иногда это очень интересно на самом деле и весело. Так. Ой. Мы здесь видим женщину, которая держит в руках сердце. Ну, это влюбленность, да, это любовь, это если вы мужчина, женщина какая-то буквально предложит вам свое сердце, может быть, даже объясниться в любви. А если вы женщина, вы кому-то предложите свое сердце или просто будете влюблены уже в канун Нового года, и вам будет это, ну, добавлять некого шарма, настроения. Ведь мы всегда так удохот... Удохот... А духотворены, когда мы влюблены, в кого бы то ни было. Вот видите, я в кого-то точно влюблена. Может быть, у меня есть муж. Так, хорошо, давайте теперь возьмем наш шар-оракул, шар-предсказатель вот такой интересный, и вы зададите ему вопрос, вот какой-то накипевший вопрос, на который он ответит да или нет. Нет, это важно, иногда не обижаться на этот шар, потому что я понятия не имею, что он вам ответит, и может быть вы спросите там, не знаю, что-то очень глупое, многие люди просто решают иногда поиздеваться над шаром, поэтому спрашивайте лучше тот вопрос, на который вы хотите узнать ответ, это первое, и второе, если он скажет нет, не надо обижаться, вы можете у него переспросить в любом другом моем видео, где я использую кубики или шары. Вернее, или этот шар. Так, ну давайте трясем и задаем вопрос. Вряд ли, ответ вряд ли. Это значит, что это не говорит вам абсолютное нет, это не говорит абсолютное да, но это говорит, что в сторону нет больше процентов на сегодняшний день. Это значит, что для вашего вопроса еще время не подготовлено, но вы можете сделать все, чтобы этот вопрос все-таки не было. решился в вашу сторону. Хорошо, теперь давайте спросим следующий ваш вопрос, раз вам шар ответил, вряд ли, мне нужно вас утешить. Задайте еще один вопрос, может быть наводящий, да, может быть вопрос по поводу решения того, что вряд ли, да. Задайте еще один вопрос, давайте потрясем шар. И посмотрим, что же он ответил. Спроси меня позже. Ну вот он прям говорит, да, ну давайте я еще раз все-таки спрошу его. Позже ведь уже. Не надейся на это. Он сейчас не скажет. Вот у вас второй вопрос может быть действительно наводящий на первый или связанный с ним. А он еще не пришло время, чтобы решился судьбой. Поэтому пока извините, но это не значит, что вам нужно ставить крест на этом вопросе. Над ним нужно больше работать. Он не хочет говорить сейчас по поводу этого. Хорошо, теперь давайте перейдем к позиции номер два. Так, наш зеленый подарочек новогодний. Давайте смотреть, какие подарки вам приготовила судьба в канун нового года. Семерка жезлов. Хорошая какая карта, она показывает победу над всеми трудностями. Вот боролись вы за что-то. Боролись, боролись и доборолись. До того, что победили, да. Вы будете выше других. Вы будете, может быть, в лучах славы купаться. Или поборете всех конкурентов. Будете торговать больше, там больше выручки иметь. Или в плюсе сильно по сравнению с вашими конкурентами любыми. Выигрывать. Вы будете выигрывать. И эта победа, она достается вам не просто так. Не просто как подарок, а именно после вашей борьбы. То есть за что-то вы боролись перед этим. Вы махали своим жезлом, а на вас нападали шестеро там. И вы отмахались, отмахались. И у вас все получилось. Потому что вы сильный человек, вы лидер, вы яркий человек. И это не просто так вот, что просто судьба подарила. Все равно все наши действия вознаграждаются. А не просто вот с неба, да, что-то свалилось. Даже когда человек выигрывает большую сумму денег, перед этим в прошлой жизни у него что-то произошло такое, что он эту сумму потерял. И потом вселенная, не видя другого варианта вернуть, возвращает в виде выигрыша. Поэтому будьте внимательны к этому. Смотрим следующую карту. Какие еще подарки вселенная вам предоставит? Судьба, жизнь, да. Иерафант. Хорошая карта. Она показывает, что вы встретитесь с каким-то очень важным в вашей жизни человеком, который играет большую роль. Это может быть как мужчина, так и женщина. Но этот человек, вы его почувствуете сразу. Он бескорыстный. Вы поймете, что он может добро вам делать, а при этом не испытывать корысти по отношению к вам. Он может что-то делать для вас хорошее и не просить за это ничего взамен. И даже не думать об этом. Вы представляете, приобрести хотя бы даже среди знакомых такого человека. Иногда Бог нам посылает, и судьба посылает нам странных людей, которые являются добрыми, хорошими, бескорыстными, настоящими ангелами во плоти. Да, они могут даже оказывать нам какие-то свои услуги. Но, допустим, гораздо дешевле, чем об этом берут другие люди. И вот у меня даже был недавно такой случай. Бог послал, я считаю. Берешь, допустим, объявление, начинаешь читать в интернете. Сколько ты объявлений проходишь, а с этим человеком сразу натыкаешься. Кто тебя натыкает на это объявление? Бог. Больше тебе и сказать тут нечего. Но человек, оказывается, прям судьбой предоставленный, полезный во всем, нужный и бескорыстный, хороший, добрый человек. Не каждый день такого встретишь. Хорошо, смотрим дальше. Семерка мечей. Семерка мечей показывает, что у вас есть план или будет план в канун Нового года, и вы сделаете какое-то тайное дело, которое вам очень давно хотелось осуществить. Вы немножечко решите схитрить, но в итоге это будет вам на пользу. Почему? Потому что не всегда хочется и нужно рассказывать о своих планах другим людям, чтобы они эти планы хотя бы не сглазили. Я вообще в это верю свято. Меня вообще с детства учили, что не рассказывай о своих планах, иначе ничего не сбудется. И я убедилась в этом ни раз, ни два, ни три, что расскажешь, как Наполеон такой, знаете, который, наполеоновский план это называется, который напланировал, напланировал, ничего у него не получилось. И я считаю, что сначала сделай, а потом расскажи. Вот у вас так и будет. Вы что-то сделаете. Вы давно этого хотели, у вас получится, а потом уже будете своим знакомым рассказывать. Но сначала держать это в тайне. Очень что-то важное, нужное, интересное, креативное. Смотрим теперь магические врата. Какие еще подарки от судьбы будут в канун Нового года? Начни сначала. В моей жизни назревает что-то новое и замечательное. Интересно. Что-то вы начнете. Начнете свою жизнь сначала. Или какое-то дело сначала. Новое дело интересное. И я считаю, что любые новые проекты или новые отношения, это всегда классно. Почему? Потому что ты воодушевлен. Тебе интересно. Тебе хорошо. Я считаю, что если ты меняешь обстановку, жизнь вся тоже меняется. И ты становишься более ярким. На самом деле даже энергетически более светящимся человеком. Так. Возделывай свое богатство. Богатство вселенной наполняет вашу жизнь. Естественно, наполняет вас. Будет больше денег. Накануне Нового года судьба предоставит вам большую сумму. И как она на вас свалится? У каждого по-разному. Но явно вы станете гораздо богаче, чем были раньше. Хорошо. Смотрим теперь послание ангела. Новая жизнь. Смотрите, как интересно. Начни сначала. У тебя новая жизнь. Возделывай богатство. А вторая позиция. Притягиваете. Значит, читайте, наверное, или мантры, или аффирмации. Жизнь – это череда циклов. И для каждого из нас определен момент перерождения. Данная карта может означать начало новой стадии в личных отношениях, зарождение свежих идей или развитие в вас таких качеств, как умение смеяться, надежда или просветление. Она также может быть вестником серьезных перемен в жизни. Не бойтесь отходить от того, что вам уже знакомо. Ведь ничто новое не сможет войти в вашу жизнь, пока старая и сжившая себя не покинет ее. Ангелы советуют вам принять перемены и встретить их с распростертыми объятиями. Как интересно. Во время перерождения вы очень уязвимы. Необходимо оберегать и взращивать хрупкую жизненную силу внутри себя. Попросите ангелов помочь вам довести любое начинание до логического завершения. Аффирмация. Я приглашаю все новое в свою жизнь. Очень хорошее. Очень хорошее. Давайте посмотрим, что же скажет Оракул Энерджи. Какие еще подарочки вы получите? Ну, конечно же, Богиня Луны. Богиня Луны – прекрасная карта. Она показывает, что вы можете использовать лунную энергию. Заряжайте воду под луной, камни, кристаллы и свои желания. Изобразите свое желание, да даже просто на бумаге. Положите на окно и посмотрите, чтобы лунный свет достиг этой бумаги. Вы удивитесь. Любое желание может исполниться. Ну, конечно же, общество и, я считаю, общение – это прекрасно. Новые друзья, знакомые, какой-то праздник, шутки-прибаутки, корпоратив. Много ярких людей рядом и все дружелюбные. Вы попадете в какую-то компанию на праздник, и вам будет очень весело. Ух ты, какой недоброжелатель у нас тут, недоброжелатель, да, выпал. Враг. Ну, это человек, который, ну, пусть своим ядом клещет, да, но вы его обязательно победите. Причем победите не в одного, а с помощью вот этой компании. Своим позитивом, ярким, приятным отношением к жизни вы растворите злого человека, который имеет на вас зуб в этой жизни. Ну, многие имеют на нас зуб, особенно если мы чего-то добиваемся. Вот, вроде как, вот говорят все, у меня позитивный канал, но у меня же тоже есть хейтеры. И у каждого человека есть свой хейтер. Просто примите это и знайте, что вы, главное, победите любого недоброжелателя с помощью вашего нового окружения. Поэтому ни о чем беспокоиться не стоит. Давайте теперь посмотрим ответ на ваш вопрос. Задайте оракулу шару вопрос. И он ответит да или нет, но если ответит нет, не обижайтесь. Не обижайтесь, потому что, значит, для вашего вопроса время еще не пришло. И в следующий раз вы сможете попробовать снова, когда будет в моем гадании этот шар оракул. Не будем сильно серьезно относиться к этому, правда? Задавайте свой вопрос, если вообще хотите это сделать. Там-тарам-там-там-там-там-там. Так, шанс невелик. Так, ну если он невелик, но он есть, правильно? Раз шанс есть, это уже хорошо, цепляйтесь за это. Ну давайте, раз у вас шанс невелик выпало, еще, значит, не время для вашего вопроса полностью, да? Давайте еще один вопрос зададите. Может быть, наводящий какой-то. Так, а что-то перевернулось. Положительно. Ну вот, значит, судьба такая была перевернуться, правда? Ну вот такой ответ хотя бы на второй вопрос положительно. А мы перейдем к следующей нашей позиции. Позиции номер три. Позиция три. Подарки от судьбы. В канун Нового года. Да давайте смотреть. Тройка Пентаклей. Вас оценят на работе. Или не на работе, а в вашем ремесле, деле, творчестве. Да даже в аккаунте соцсетей. Иногда это тоже для многих работа. Для меня, например, работа с людьми, работа в социальных сетях. И если оценят, естественно, вы получите награду. Кто-то будет вами доволен. Очень доволен. Ну, естественно, это результат ваших трудов, я понимаю. Но высшие силы, они награждают вас. Они говорят, что люди оценят, люди поднимут ваш статус. И вам будут больше оплачивать, больше заказывать. Я считаю, это прекрасно. Подъем идет в карьере, в работе, в творчестве. Больше клиентов, рекомендаций, да, больше. Шут. Новый путь. Начало нового дела. Для многих шут означает беременность. Ну, то есть, награда высших сил. Такой эдакий сюрприз, подарок от судьбы на Новый год. Узнаете, что вы беременна. У меня очень много клиенток, об этом мечтают. Поэтому я всегда диктую. Если вы пенсионерка, не стоит воспринимать это. Просто знайте, что если вы связали коврик, у вас могут купить целую тонну этих ковриков. В итоге еще будете не успевать вязать. Если вы начинаете какое-то новое интересное, увлекательное дело, начинайте, потому что это для вас будет жизненный сюрприз. Вы станете популярны, известны и даже в пенсионном возрасте. Поэтому, да, это означает новое приключение, нового знакомого, новое дело, новый проект. Не обязательно беременность. Но для многих по поводу беременности явно положительный ответ. Многие девочки мечтают забеременеть и как раз под Новый год. Зачем они это делают? Потому что на Новый год мечты сбываются. И кто-то, допустим, долго за это боролся, хотел ребенка. Ну а почему бы и нет? Правда же? Хорошо, смотрим следующую карту. Маг. Ну вот, видите, шут с магом, это бывает новая работа, где вас как раз таки оценят. Или на этой работе переведут в новый кабинет, кресло, там, да, руководящее звено. Маг – это, конечно, продвижение в жизни. Какой-то активный человек рядом, который проявляет к вам инициативу, помогает. Или это вы сами творите свою реальность. Я считаю, что маг – это подарок действительно судьбы, в том плане, что вы можете реализовать что угодно. Любой проект, любой бизнес и карьеру, да. Вообще, карта мага всегда показывает жизненную активность и реализацию себя. Вы будете довольны собой. Это самое важное. И получать за это деньги. Маг владеет всеми четырьмя стихиями, поэтому может повезти и в других сферах жизни. Работа, финансы, здоровье, недвижимость, любовь, там, я не знаю, везение, удача, счастье. То есть маг, он все обустраивает, просто потому что у него сила мысли колоссальная. И, может быть, вы думали о том, что вы хотели бы наладить все сферы своей жизни, и у вас, ну, может быть, улучшение в каждой из четырех стихий, так скажем. Так, хорошо, давайте посмотрим магические врата. Внутренний свет. Мой свет озаряет мир. Так и есть. Ваш внутренний свет озаряет мир. Чем вы светлее изнутри, тем лучше. Вы привлекаете удачу, счастье и хороших людей. Вы привлекаете изобилие. Вы настоящая драгоценность для многих. Если вы не критикуете людей, если вы к ним добры, если вы готовы им помочь, пойти навстречу, если вы заботитесь о своих окружающих, естественно, в итоге вы можете все, добиться чего угодно. Ваш внутренний свет озаряет весь этот мир. Хорошо. Следующая карта. Будь смелее, если он могуч и смел. Куда-то поскачете. Карта иногда означает, когда вы проходите препятствия в жизни. Ну, допустим, перед вами стояло какое-то препятствие по решению проблемы или по тому, чтобы достичь чего-то. Так вот, это препятствие вы пройдете без всяких проблем. Но эта карта иногда означает дорогу. Ну, будь смелее, отправляйся в путь, отправляйся в дорогу. Все у тебя будет хорошо. Так, смотрим теперь послание ангелов. Доброта. Вы должны впустить в свое сердце такие качества, как сострадание и забота, чтобы наполнить свою душу добротой. Будьте добры к себе. Хвалите себя, если вы это заслужили и имейте реалистичные ожидания. Любите себя, чтобы воспитать нежное чувство доброты. Когда вы делаете что-либо для себя, то автоматически передаете эту энергию другим. Доброта раступит любой лед между людьми и снова придаст силы тем, кто испытывает страх. Поэтому протяните руку к помощи тому, кто одинок. Вызовите на разговор стеснительных, даже тех, кто пытается отгородиться от всех. И веселите тех, кто грустит. Наградой вам послужит чувство внутреннего спокойствия, теплота и любовь. Афирмация «Я добра ко всем и к себе самому». Очень хорошая карта «Совет». Так, и теперь посмотрим с вами «Оракул Энерджи». Какие еще подарки от «Судьбы» вы получите. Мир. Целый мир вы получите. Ну, конечно, эта карта показывает часто разъезды, переезды, путешествия в другие страны, путевки. И просто, может быть, переезд в другую квартиру, в другой дом. И общение с иностранцами, работа в иностранной фирме, разговоры на другом языке, познание чужого менталитета. Но, может быть, вы мечтаете об этом, правда? Так, смотрим дальше. Конечно же, путешествия, да, путешествия, приключения вас ждет. И значит, что все-таки жизнь дарит вам какую-то дорогу. Куда-то вы отправляетесь обязательно. Так, и «Шторм». Ну, естественно, «Шторм». Вы попадаете в замес, да. У вас жизнь начинает крутиться, вертеться. Естественно, вы выдержите любые какие-то, да, там, неожиданности в жизни. Этот ураган обязательно унесет вас в другое интересное место. Вы будете там процветать, вы будете познавать что-то новое. И вам будет весело. А иногда эта карта означает дикую страсть между людьми, которые засасывают в круговорот. Хорошо, теперь берем оракул. Задайте вопрос оракулу и посмотрим, что же он вам ответит. Только не обижайтесь, если он отвечает «нет». Хорошо? Если ответит «нет», просто еще не время для вашего вопроса. И что он мне ответил? «Есть перспектива», он у меня ответил. Ну, вот видите, значит, ваш вопрос положительный. И все отлично. Есть перспектива для того, чтобы он решился этот вопрос. Ну, вот такой ответ вам дал Шар Аракул. А мы идем с вами к четвертой позиции. Четвертая позиция – наш синий подарок. Синий. Видите, вот такой красивый синий. Так, смотрим, какие подарки судьба вам предоставит в канун Нового года. Влюбленные – это любовь. Любовь – человек по сердцу, взаимная любовь, чистая, светлая, прекрасная. Для кого-то даже брак. Ну, карта на самом деле просто показывает очень большие светлые чувства и взаимные. То есть, когда у вас рядом любимый человек, который всегда вас оберегает, он заботится о вас, он говорит вам о любви, и он не будет предавать. Он будет рядом. Даже в самые сложные моменты в жизни. Вы неразлучники, да? Даже будут препятствия какие-то, трудности. Вы все вместе преодолеете. Просто потому, что вы есть друг у друга. Это самый большой подарок в этой жизни, я считаю, когда есть любимый человек рядом, который не предаст. Рыцарь Пентакли. Вот он. Ну, на самом деле, рыцарь Пентакли показывает рост доходов и продвижение по карьерной лестнице. А также, когда рядом есть человек очень честный, который не приемлет любого обмана. Он не может подтасовывать факты. Он может быть неказистым и даже не уметь там быть романтиком или говорить. Но он никогда не будет вступать в аферы, в авантюры и нагло врать кому-то. То есть, вот такой человек может быть рядом с вами. Как-то сотрудничать, может быть, с вами. Видите, развей мою печаль, да. То есть, этот человек, вот вы были печальны, он приходит к вам в жизнь. Может быть, это и правда любимый человек. Для того, чтобы снять вашу душевную боль. Иногда душевная боль очень сильно мучает, душит нас. День за днем, час за часом. Особенно после потери близких или родных. Или просто после потери любви. Какой мы считали всей своей жизни, любовь. Но этот человек полностью исцелит ваши раны, душевные переживания. Снимет боль вашу рукой. И все будет хорошо. Давайте посмотрим магические врата, что скажут для вас. Это очень позитивная колода, она мне нравится. Пора сеять семена благодати, посеянные в плодородную почву вашей души. Конечно, эта карта хорошая. Она говорит, что что посеешь, то жнешь. Посеешь хорошие, позитивные мысли. Будут позитивные результаты. Думай о том, что ты любим, богат и счастлив. И обязательно так и будет здоров. И, конечно же, это семена прорастут этих мыслей. Хорошая карта. Смотрим дальше. Делись с собой. Я невероятно щедрый человек. Чем более вы щедрый человек, чем более вы умеете к другим людям быть участливым, делиться с собой, тем, естественно, вам будет больше отдача от этого мира. Пусть не от этих людей, но от этого мира. Это важно быть хорошим, быть добрым, быть щедрым и делиться с собой. Ведь вы должны приносить пользу. Смотрим послание вашего ангела-хранителя. Или просто послание ангелов. Вера. Вера – это огромная сила, способная сдвинуть с места даже горы. Тем не менее, мудрые ангелы советуют вам не верить всему вслепую. Прибегайте к здравому уму и проницательности, и никогда не отдавайте свою силу другим. Вместо этого сосредоточьтесь на вере в себя и высшие силы. Усердно молитесь от всего спокойного, мудрого сердца. И помните, что ваша просьба всегда будет услышана. Действуйте так, словно она уже осуществилась. Это и есть вера. Ангелы говорят, что вы должны укрепить свою веру в Бога. Аффирмация «Я верю в поддержку Вселенной». А у меня вот маму зовут Вера. И я все время, когда читаю про Веру, я все время думаю о маме. Хорошо. Если хоть одна Вера посмотрела это видео именно в этой позиции, напишите. Это будет весело. Смотрим «Оракул Энерджи». Интересно. Вот эта карта, она показывает, что да, женщина вроде как связана по рукам и ногам. Но суть карты совершенно не в этом, а в том, что есть в мире такое, как объединение. Вы можете объединиться со Вселенной, с людьми, с Богом, с высшими силами, чтобы достигать своих целей и чтобы двигаться вперед и вообще прозреть, существовать в единстве с этим миром. То есть суть здесь именно в том, чтобы соединиться с потоком и соединиться с ангелами-хранителями, с Богом, со Вселенной. И, конечно, вы это можете почувствовать до Нового года. Женщина, которая держит в руках монету. Карта показывает богатство, увеличение благосостояния, но может быть такое, что с помощью какой-то женщины. Также карта показывает стабильность жизни и стабильный доход именно. Очень такая хорошая карта. Она показывает именно богатую женщину. У нее есть черное окошко, она такая вся ведьмочка. И я считаю, что, ну, может быть, вы с помощью своей интуиции, да, еще и сможете добиться более высокого благосостояния. И солнце, ну, сбудется какое-то ваше очень яркое желание. Большое счастье вас ждет, удача, радость. Солнце всегда показывает, что все будет хорошо. Вот вы что-то задумали, может быть, для себя. Может быть, вы какое-то свершение, да, хотите. У вас все получится. Вы победитель по жизни. Но солнце еще показывает известность, популярность. Оно всегда говорит о том, что человек – это такое солнышко, которое может стать, ну, не знаю, актером, актрисой, танцевать на сцене, петь, да. И люди будут действительно радоваться этому. Люди будут любить такого человека. Его ждет настоящая слава и почет. Хорошо, давайте посмотрим теперь шар-оракул. Задайте ему вопрос и не обижайтесь, если шар ответит вам «нет». Просто для этого вопроса еще время не пришло. И вы сможете в другом моем видео задать этот вопрос снова. Хорошо, давайте начнем. Невозможно предсказать. Пока шар молчит по поводу этого вопроса. Он не сказал ни «да», ни «нет». Он сказал сейчас предсказать, это невозможно. Но позже вы спросите, и вы узнаете правду. Хорошо, задайте еще один вопрос, может быть, наводящий. Может, вы некорректно вопрос задали. И мы спросим шар ответ на следующий вопрос. Можешь на это рассчитывать. Вот видите, положительный ответ. Поэтому на второй вопрос, может, он был наводящим, да, уже ответ положительный. Так что не переживайте, все будет хорошо. Вот такие ответы вам дали карты. Всем спасибо за внимание. И шар-оракул тоже. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал «Школа Тару Альвиен». Всем пока и до новых встреч. Я жду ваших отзывов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!